Юбилейная смета почти на 7 миллиардов рублей сейчас находится на согласовании в Минрегионразвития. Как только решение будет принято, работы начнутся. Мы постараемся в 2013 году ольвиную долю работ по проектам выполнить, для того, чтобы не остаться без этих средств в 2016 году. К 2016 году будут отреставрированы некоторые дома на улице Смолина, признанные объектами культурного наследия. А вот переносить ветхие дома-памятники из центра города никто не будет, заявил мэр. Запрещено законом. Также Александр Голков поделился планами по борьбе с пробками в городе. В любом городском поселении есть парковочные места, где эти парковки оставляют свои автомобили за умеренную плату и далее движутся по городу либо на своих двоих, либо на общественном транспорте. Мы будем сейчас пытаться идти так же, в том числе и по этому пути. На пресс-конференции журналисты не могли не спросить и о нашумевшем иске коммунистов, которые в суде добиваются признания выборов мэра незаконными. Ну это их право сомневаться. Что я могу сказать? Пусть сомневаются. У коммунистов было 9 месяцев на то, чтобы опротестовать изменения в уставе города. До выборов они этого не сделали. И вот почему, объясняет Голков. Это, я считаю, просто самопиар, выгодно заниматься. Ну пусть занимаются, есть время, видимо, у людей заниматься этими делами. Евгения Панарина, Алдар Домбаев, Новости дня.